Из 10 категорий получил 3 категории – низкий, средний, высокий. Осталось неизменный переменный треск политики. Просмотр ТВ получил 4 категории вместо 7. Отсутствие просмотра ТВ – до получаса, до часа и более часа. Возраст получил 3 категории – молодежь, средний возраст и люди на пенсии. Для мужчин и женщин разная кодировка выхода на пенсию, поскольку речь именно о России. В России мужчины выходят позже, чем женщины. Пол остался, разумеется. Уровень счастья – 3 категории – несчастливые, умеренная степень счастья и счастливые. И эта тоже переменная осталась неизменной. Эти 9 переменных, если снова попробовать с ними провести дисперсионный анализ, FullFactorial все равно эффект будет отрицательный. Машина не потянет. Вот что пишет компьютер, когда еще до FullFactorial модели далеко. В запущенной мной модели были только главные эффекты первого, ну в смысле первого уровня. Двухмерные, трехмерные, четырехмерные, пятимерные. Все, процессор вырубился. Поэтому переход к логолинейному анализу абсолютно необходим. С основами логолинейного анализа можно ознакомиться в других моих видео. Нам потребуется не обычный логолинейный анализ, а логолинейный анализ, моделирующий значение, интересующее нас переменной, а именно ПолитЭк 2. Применение логолинейного анализа к такой задаче возможно только при особой организации данных. А именно вместо респондентов у нас должны стоять профили. То есть наборы характеристик этих респондентов. И будет одна переменная, которая будет показывать вес каждого профиля. То есть сколько респондентов приходится на каждый профиль, такой и вес. Как сформировать профили? Прежде всего необходимо избавиться от всех миссингов по анализируемым нами переменным. То есть по 9-ти предикторам и по зависимой переменной миссингов быть не должно. Проще всего это сделать, запустив любую регрессию.